елки-палки у меня сама трудно честно какая какая тема будет скажи в голове болтун и опять я попадаю теперь я понимаете кто читаю некоторых на блоге хитер идут вы же не понимает ну реально оценка тяжело дать интересно опять гости смотрю из астаны из алматы ребята ну и конечно неподражаемые елена и нуджан друзья привет как настроение у вас прекрасно отлично слушайте вы такие красивые это что случилось аланя так на вас повлияло или может быть хорошие комментарии началась жара в алании очень тепло уже чувствуется прям лето-лето да ну то есть уже начал наконец-то после холодной зимы то что три месяца было холодрыга но я сейчас наслаждаются этим нужен тебя такая элегантная шляпа спасибо я долго искал и она меня нашла точнее кстати кто следит за нашим инстаграмом вы наверное знаете откуда уже на эту шляпу если вы кстати следите за нашим инстаграм то напишите в комментариях а если не следите обязательно подписывайтесь и подписывайтесь на инстаграм и наших гостей прекрасная елена неподражаемый нуржан друзья а сегодня у нас есть для вас немного интересных новостей все расскажем начнем наверное с короткого блица от лены которая она приготовила это вот коротенькие такие анонсы темы про которые подробнее я расскажу уже в новостном выпуске уже привычно для меня формате итак первая новость в книгу рекордов гиннеса попадет урок игры на дом бре прошедший в нурсултане одна тысяча тридцать два ученика приняли в нем участие реально круто да да уже это пространилась о там несколько было несколько я это все расскажу я она у нас стала экспертом тоже по еще только я только стремлюсь до совершил попробовала попробовать бешпармак уже до постепенно тоже становится немножко казашка на самом деле это сложно не сделать потому что оказывается находишь друзей очень много с казахстана ты понимаешь что вот они здесь и здесь все рядом оказались кстати у нас сегодня в передаче будут еще гости из астаны которые приехали и хотят стать аланийцами тоже две недели здесь провели загорели стали улыбающимися людьми и все жители алании они очень много улыбается и сегодня мы с ними немного поговорим вторая новость такая второй анонсик пассажирском поезде родился ребенок роды приняли три проводницы вот так вот 5 30 утра девушка ехала не в поезде пять часов у нее начались а я все рассказывают нет это завтра на а имя ему дали тебе жил мне там девочка надо понимаешь если тебе 50 лет и у тебя рождается ребенок то твоего ребенка называют они любой 50 вот есть у казах такое и вот подумать в пользу ради так как разов но если в 50 лет если я до меня сына родиться в 50 лет ну то есть а поезд причем я слышал еще что бывает и 70 лет тоже да и 80 и 80 даже не его как зовут 80 ладно друзья не ругайте нужно он на самом деле очень хороший человек и друзья я вот вам желаю чтобы 80 лет у вас тоже были не только внуки но это же вы детей могли назвать друзья а еще коротенько интересно что там казахстанские и такая важная казахстанские дзюдоистки завоевали три медали кубка европы в испании золото серебро и бронза у девушек из казахстана ну и поздравляем нашим спортсменам да поздравление очень приятно удачи еще побед как можно больше молодцы вообще казашки я кстати с одной казашки познакомился я был в мерсине на концерте группы туран представляете раска очень завидована что ты продину что ты поехал туда но я знаю как этом непростая дорога 7 часов я ехал 7 с половиной туда даже я водитель мне сказал я указал карту будем надо выходить говорю мне вот сюда сюда он горит а хорошо потом подходит горит тебя здесь выходить выхожу я оказался здесь не понял смотрю на карта мне там еще почти 20 километров даже не прикольнулся вот этот турецкий юмор вообще обожаю хорошо что быстро поймал маршрутку и там уже тоже нам рассказали да оказалось маршрутка идет прямо до того места куда мне нужно это может она и к лучшему с казашкой познакомился которая ехала 9 часов я ехал 7 часов она с анталии она с анталии мы с ней познакомились на фестивале тюркских народов оказалось что у нее трое детей она живет в анталии и один из ее детей вот который как раз ездил с нами он профессионально играет на добре а группа туран это вообще как вот для нас димаш для него также группа туран то есть он от них фанатеет он за них болеет настоящим я очень люблю группу туран и надо сам когда один дом подпеваю но ты знаешь горловое пение на это говорил да вот это что за звуки когда мы с тобой созваниваются да но звучит действительно круто и я знаю что еще хочу сказать дело в том что музыка народных казахских инструментов как-то удивительно влияет на турков и ну там были и те кто из казахстана были казахи и но их было меньшинство а в основном было очень много турков очень много детей и они прям настолько заряжены были музыкой турана это что-то невероятно аким города аким вот этой области тараслар бросился танцевать когда под кара жорга правильно да кара жорга уже надо бросился потанцевать представлять не удержался ну стояли там то есть зрители стояли зрители сидели сидели в амфитеатре на потом в один момент начали играть и кара жорга и как раз кстати миру эрт мама вот этого прекрасного молодого человека выскочила и начала зазывать она очень энергичная поражаясь общей ее силы и силе воли силе силе духа вот как раз приду то что ты рассказывала она горит и давайте ну-ка все казахи внука выходите из сервисы с флагами начали танцевать мэр не удержался пошел и там я видел что ему подсказывает ну поспокойнее ты же мэром гитая пошел на движение вроде как пол не знает но старался повторять потом помощники мэра тоже понимаешь что надо поддержать мы тоже бросились в танец в общем удивительно потом пошел на сцену переоделся в казахской одежды пошел на сцену хотел спеть тоже пытался спеть но у него горловое пение не такое надо тренироваться все-таки но он старался все подбежали прямо к сцене молодые старые все там давай вообще как я вот не могу представить чтобы у нас мэр города вот так вот проявлял свои чувства проявлял свою любовь реально спокойно да они это делают то есть у нас же так не происходит что не увидишь чтобы на концерте мэр танцевал у нас в нашем случае акин ну акин да да здесь интересно это момент здесь вообще вот близко не очень я заметил что сотрудники акимата они нормально что в акимат мэрия были 10 до как называется по турецке белье белье для нас нами будет проще марки мазана ну по-казахски все таки и сотрудники акимата они такие они когда пришли туда на мероприятие все сразу захотели с ними фотографироваться никто не подошел не спросил этом у меня дорогу этот когда электричество дадут там у нас в третьем поселке никто так не подошел все подошли о спасибо вам говорят спасибо фотографируется вот такая удивительная страна ну как ромаш когда здесь наш мэр аланийский заболел что происходило адем мурат и да когда заболел весь город ему там и цветы носил и поддерживал в соцсетях писал выздоравливай но очень любит аланийцы нашу я уже гуру нашего я кстати даже вот ты могу сказать что адем мурат бей он же мой друг мы с ним встречались сентябре 21 года извини это знали на что его не вручили ключи от города одну не от города от крепости даже еще лучше что ключи от в крепости на это не меня это не мне он вручил этом вручил алга петербург поэтому все наши друзья все подписчики могут приехать сюда в алания и ключ ключ у меня лежит дома на следующий раз принесу сюда поставлено а сейчас знаю что он 8 марта раздавал цветы девушкам тоже там на улице ходили и раздавали цветы девушкам в горшочках какие-то вот уносили девчонки а мне здесь нравится рамадан проводить то есть все можно дома вообще не втарить да ну то есть как это правильно но не втарить ужинать не ужинать да а потому что можно пойти в любой мечети там вот еда раздают давайте короче мы вам положим пожалуйста и не большое мероприятие на рыбном рынке рядом с домом вот где же лучше там были да там вообще поляна накрыли по круто же настоящий достархан не знаю сколько человек я не знаю чуть тысяча вообще можно здесь с голоду не умерешь то есть можно ходить по базару пробовать все поелся все нормально ты всегда знаешь где у тебя еда то есть сегодня допустим олайн завтра в обед доведешь кубку на это трое я ему мухлоплари да то есть здесь у нас передвижной рынок чтобы зрители понимали и в одном районе потом в другой район переходить правильно но на самом деле нужен вот мы сейчас говорим говорим многие могут подумать что этот что за город нищих нищих людей ходят по рынку на самом деле здесь есть еда на любой вкус то есть здесь есть и люкс ресторана например вот место в котором мы сидим это анджелик сейчас несколько секунд рекламы анджелик даунтаун отель они нам этот анджелик даунтаун отель хорошие ребята молодцы надеемся на вашу совесть что вы когда-нибудь эту рекламу оплатить ну или хотя они говорили что у них есть номер с джакузи на балконе вот мы кстати мы с тобой же сравнили вот этот отель и с апарт отелями которые намного хуже по уровню цена один на цене одинаково да удивился у меня знакомы которые сейчас собираются ехать в аланию мы для них искали с вами и ходили по окрестностям оказалось что достойная цена прям супер возмущая на ладно хватит а то они потом с нами не рассчитаются прорекламируем но достойное место и тем более позволяет нам проводить такие вот невероятные мероприятия приглашать наших гостей посмотрите со всего со всего со всей турции со всего казахстана приезжают нам со всего мира вот из америки я вижу друзья hello hello welcome да спасибо что пришли thank you for coming ладно еще есть новости у меня я приготовил интересную передачу про димаша как раз вот с американцем мы с ним это американский продюсер мы с ним обсудили перспективы димаша на американском музыкальном рынке как вы знаете что димаш познакомился с америка с продюсером американским который был продюсером у бритни спирт джастин а теперь ральф саймон да и мы с джейки инфоартистом полностью разобрали интервью димаша и ральфа саймона и уже этот выпуск готов ближайшие дни тоже появится на нашем канале слушает очень интересно то есть это вот мужем масштабах всей планеты настолько все круто это димаш по судя по статистике на нашем канале более 200 стран смотрит и следить за его творчеством поэтому димаш настоящий флагман и человек который раз ли за меня объединяет и транслирует культуру казахстана по всему миру и в том числе семейные ценности именно димаш вот на примере своей семьи показывает как люди должны в мире жить и турки и мне кажется она громко будет сказано что только с ним ваш пример брони а турки просто молодцы ну что друзья сделаем наверно небольшой перерывчик да и пригласим гостей которые приехали к нам из астаны специально на наше шоу или нет или они специально приехали спасибо тебе на шоу ну ладно так бы приятно было если вы специально за страны но она не приехать специально на той шоу из астаны вот и сегодня к нам приехали друзья давайте их повстречаем но я хочу тебе представить это друзья мои супруги они приехали с астаны у них не была задача просто посмотреть аланию стоит сюда переезжает какой здесь климат по концовке спустя по 4 дня они купили три квартиры ничего вот это поездочка вот видишь то есть находясь там и думаю как здесь это не получится надо необходимо сюда приехать и про чувства и понять что здесь ну своя атмосфера и приехал сюда человека он меняется абсолютно сильно и очень интересно сейчас с ними поговорить уже после 13 дней куда которые не привела лань интересно как и изменились у них ощущения как они себя чувствуют в общем дорогие друзья дорогие уважаемые зрители наши гости сегодняшнего вечера поприветствуйте наших гостей встречаем друзья у меня сегодня удивительные гости прямиком из астаны прилетели в нашу солнечную аланию провели 14 дней и как я понял остаетесь тут жить когда правильно поняли удивительно а что что случилось почему так произошло ну что тут тепло тут авокадо апельсины море оливки черный перец в казахстане он тоже есть но пакетированный тут он расчет на деревьях просто смена климата захотелось слушайте а вот говорят я много людей встречаю которые приезжают сюда из казахстана и говорят что алания это как казахская дача вы почувствовали скорее да чем нет то есть тут много людей из разных стран но казахи встречаются по моему чаще остальные для меня рай им ассоциируется на земле очень красивая выглядите вы отлично я вижу что вы загорели я открою вам друзья секрет мы с ребятами встретились когда они только приехали завтра уезжаете надеюсь что с вами скоро еще увидимся спасибо вам что прилетели что хотите сказать вот тем кто например сейчас смотрит наш шоу и думает вот алания такое страшное место это же турция сюда надо лететь как мы можем этих людей всех переубедить и сказать друзья приезжайте лала не в принципе ну как вы конечно можете не приезжать но тогда вы не увидите то вот чего вот я перечислил до черный перец вне упаковки апельсинов на деревьях и не увидите не загорите мы приехали сюда две недели назад были бледными после зимы а теперь загорелый вот ну что тут тут только море только горы много зелени да сегодня на кораблике поплавали вот у нас в астане нету корабликов можете не прилетать не увидите всего этого прилетите увидите чем отличительно алания тут нету никаких производств город не настолько большой его мегаполисом не назовешь и соответственно вот эти вот нету того что давит город своей массивностью тут этого не ощущается люди и тут живущие тут они все время в состоянии курорт как на релакс на релаксе да поэтому тут притягивает практически все вот но тут очень много людей которые приезжают покупают жилье или же снимает его и живут только годами приезжает на на месяц-другой а застревает на несколько лет ну и такие истории которые мы услышали тоже это в планах есть и первый кирпич и первый шаг к своей мечте к своим к реализации своих планов уже сделал да не ну классно я очень рад что теперь возможно будут такие приятные соседи вообще я хочу сказать что алания объединяет добрых хороших порядочных улыбающихся людей кстати вы когда приезжали вы не так улыбались сейчас смотрю у вас улыбку конечно но ул инклюзив улыбку прят очень приятно что заглянули к нам на огонек спасибо вам нам тоже удачного завершения отпуска и уже буду ждать вас полноценно в гости когда приедете уже как жители алань спасибо встречное предложение давайте дружить домами и отлучши семьями ну что вот такие вот удивительные гости мы возвращаемся в студию нуржан елена добро пожаловать есть еще интересная тема которая часами обсудить потому что я знаю что в казахстане очень любят футбол в турции очень любит футбол и завершилась финальная стадия прошел финал на стадионе в париже и это финал кубка лиги чемпионов встречались реал-мадрид я болел за реал я за ливерпуль и ливерпуль до зажей что это нужно за кайрат нужно за кайрат зажей агжаик это что обижаешь ваня ну все на этом с тобой запонять это что это баскетбол это подбольная команда из казахстана запад западно-казахстанской области а они чемпионы или конечно чемпион ваня чемпион моего сердца всех кто оттуда уходите чемпионы я видел один раз фотографии из казахстана где команда с надписью димаш было прикольно я вот хотел узнать кто они такие за них поболеть но кроме кайрата ничего не нашло поэтому я решил что я буду знаешь уже две команды до из казахстана нет я знаю еще один я это урал урал барика я посмотрю взяли как есть есть еще одна команда футбольная которая достойна определенного выхода финала лига чемпионов эта команда бабушек который которыми передаю привет команда бабушек из алматы футбольный клуб борис я вам напомню что когда я был в алматы в 2021 году состоялся незабываемый футбольный матч между командой борис и борис 2 я сыграл и за ту и за другую команду был увлекательный матч прямая трансляция кстати по мы все там все там перемешались поэтому в казахстане очень сильно любит футбол и кстати по поводу вчерашнего по поводу вчерашнего матча как ваши эмоции я вижу ему печально почему я так радую за ливерпуль он все давил давил весь матч ареал как обычно один разочек створ 1-0 1-0 интересная игра да эти колдуны или кто-то ну да зидан роналду фигу нормально я могу сказать что я на автовокзале смотрел и рядом со мной сидел джентльмен который тоже болел за ливерпуль я вот чуть записал его эмоции в инстаграме я думаю что наши зрители видели но я болел сам за реал а вот ты говоришь что ливерпуль давил давил старался старался но у реала на воротах стоит тибо куртуа это да тут вообще и и недавно тибо куртуа в инстаграме раскрыл секрет своей феноменальной формы и почему он все мечи отбивал дело в том что он посетила один очень популярный в турции ресторан на ресторан бурака оздемира вы знаете такого конечно бурака бурак бурак это да улыбаешься который вот так отрежется нет я не знаю нет есть два повара в турции но сред это вот такой который засыпает соль знаешь его нет еще все предстоит получается это два повара которые самые популярные наверное в мире я не знаю никого популярнее чем они у одного 44 миллиона правда подпишет его не знаешь в общем я думаю что теперь после этого финала все посмотрят вратари как катего куртуа отлично ловил мечи перестанут тренироваться приедут сюда приедут в турцию пойдут к бураку у него кстати ресторан еще есть в дубае поэтому может быть но лучше приезжает пускай в турцию а бураку оздемируем обязательно нужно открыть ресторан здесь в алании потому что здесь будущее турции здесь в скором будущем будет очень круто раз такой контекст идет лучше ему открыть в казахстане в казахстане точно чтобы провод нормально было да там и там можно что выбирать зачем муж к везде открывает я хотел бы чтобы он казахстане от клюштов наши игроки насыки с этим чтобы когда чтобы хорошо еще лучше они играли уже сейчас уже получается тогда я хочу знаешь болеть не за реал мадрид не за ливерпуль а я хочу знать вот кайрат бегает удая радму красава понимаешь и он забирайте выиграла лиги чемпионов поэтому вот сейчас если футбольный клуб кайрат нас смотрит я напомню во первых про футбольный вызов который мы бросили им с футбольной командой бабушек футбольный клуб борис мы с вами должны еще сыграть ну и конечно теперь вам нужно съездить всей командой к бураку сделать ритуал ответы тем более что у него мясные блюда обалденные и уже на следующий год мы с вами будем следить не за финалом реал ливерпуль а реал кайрат вот я согласен нормально вот тогда я точно буду болеть или или реал астана или ажейк каком месте они в каком-то ажейк фк на 13 месте на удачу 13 место им хорошо не хорошее число 13 так тогда отменяется сужая есть еще фк таро фк таро с алматы астана что ты хочешь что ты хочешь за ладно фк октубе тоже дима же из октубе сужим может сборную казахстана просто отправить вот это еще к сборную казахстана отправляем буракова с демирова слушаю еще от питер никого воды в тюбинской области где димаши где димаши да это вообще то есть это как грамотно нуржан подвел мне сделал подводку к рекламе моего фильма про санджару жубаном он уже готов и на этой неделе пойдет в эфир 2 2 давай будем смотреть на друзья на этом у нас на сегодня все хорошо что пришли к нам увидимся завтра с вами новостях прекрасная елена подготовит вам удивительный выпуск очень увлекательных новостей заходите к нам инстаграм подписывайтесь на инстаграм наших удивительных в ведущих и гостей ну круто уже не вижу вас все друзья и дорогие наши зрители спасибо что пришли всегда приятно в такой атмосфере наши выпуски проводить пускай у вас немного всего 500 человек но это радует и там за дверью тоже стоит и смотрит в окошечко тоже вам привет а как мечтать с того на кафе к нам попасть на без нет к сожалению нету мест на что поделать цветы для елены пожалуйста оттуда вот проносите сразу в общем друзья до скорой встречи всем пока в общем